Погоня с печальным концом. Крупная авария произошла сегодня днем в Усольском районе. По предварительной информации, экипаж ГИБДД заметил иномарку, ехавшую на высокой скорости со стороны Большой Елани. Водитель авто проигнорировал требования инспектора об остановке и попытался скрыться. Но при обгоне грузовика легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с тягачом. Водитель и четверо пассажиров иномарки скончались на месте. О других не менее важных актуальных событиях минувшего понедельника расскажем в ближайшие полчаса в эфире новости по будням. А прямо сейчас короткий анонс основных тем выпуска от наших корреспондентов. Неожиданная эвакуация. В один из вызов Иркутска поступило сообщение о минировании. Была ли тревога ложной и кто за это понесет ответственность. Все подробности сообщим в нашей программе. В программе также расскажем все подробности инцидента в Уссуле-Сибирском. Там пытались похитить ребенка. Также поясним, что необходимо предпринять родителям, чтобы подобных случаев было меньше в Иркутской области. Недолговечный ремонт в Иркутске с фасада отремонтированного дома обрушилась бетонная стена. В деталях происшествиях разбиралась я, Ольга Хармутова. Рассказ о том, что за ноль поможет жителям Иркутска сделать город чище и экологичнее, а также какое сияние до 27 сентября позволит жителям региона посетить десятки ярких событий. Ждет вас в рубрике повесточки. И теперь о событиях дня подробнее. Экстренные эвакуации сегодня прервались лекции в одном из иркутских вузов. Ректору поступило сообщение о минировании здания. Была ли реальная угроза жизни и здоровью людей, или это кто-то неудачно решил пошутить, расскажет Иван Занько. Эти однажды отработанные на учениях навыки пригодились сегодня студентам и преподавателям Иркутского вуза. Покинуть здание университета им пришлось из-за сообщения о минировании. Информация поступила на электронную почту. Данные тут же передали в полицию, МЧС, скорую. Все они прибыли на место. Два часа длилась проверка. Оперативные группы обошли все помещения. Сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось. Эвакуация была проведена в течение 7 минут. Было уэквировано около 300 сотрудников и студентов. Университет в 10-45 приступил к работе в штатном режиме. Это первый, надеюсь, единственный случай, который у нас произошел с университетом. При этом для Иркутска подобной ситуации далеко не редкость. Так, утром 9 сентября неизвестные сообщили о наличии взрывчатых веществ в двух торгово-развлекательных комплексах города. На место прибыли полицейские спасатели. Однако и эти тревоги оказались сложными. 26 февраля угрозы по электронной почте поступили сразу в 11 школ столицы Прибайкалья. При этом текст в этих письмах был разный. В одних сообщалось о взрывчатке, которая якобы заложена в зданиях. В других было написано об отравляющем веществе. Всего же в начале года было зафиксировано 26 подобных случаев. В настоящее время 5 лиц привлечены к уголовной ответственности. Назначены наказания в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, ограничения свободы один год, а также лишения свободы на сроки от одного года до трех лет десяти месяцев. Кто написал злополучное письмо в приемную ректору, теперь выясняют сотрудники спецслужб. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность. Даже если выяснится, что это была лишь шутка студента, который просто не захотел идти на лекции. Иван Занько, Андрей Назаров, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Стоит отметить, что злоумышленники все чаще стали использовать современные технологии для своих деяний. Так в Братске местный житель с помощью интернет-ресурса ФСБ России и сообщил о якобы готовящемся террористическом акте в одном из почтовых отделений. За свою шутку преступник получил три с половиной года условно. Еще один брачанин за сообщение о минировании торгового центра в родном городе получил уже реальный срок – три года и десять месяцев. А вот 36-летнего жителя Киренска суд после прохождения психиатрической экспертизы, признавшей его невменяемым, отправил шутника на принудительное лечение. Кроме того, подобные правонарушения помимо тюремного срока влекут за собой и штраф, максимальный размер которого составляет один миллион рублей. Поэтому прежде чем сообщать о ложном минировании, специалисты рекомендуют хорошо подумать. Ведь пока специальные службы проверяют эту дезинформацию, реальная помощь может понадобиться в другом месте. Серьезное наказание ждет тех, кто посягнет на жизнь ребенка. В том числе и когда речь идет о похищении детей. Тем не менее, таких преступлений меньше не становится. Накануне стало известно о двух подобных случаях в Уссулье-Сибирском. Первый инцидент произошел в районе школы номер 2. Со слов заместителя мэра Уссулье, неизвестная женщина пыталась заманить к себе в машину девочку под предлогом покататься на автомобиле. Ребенок не поддался уговорам и убежал домой, где все рассказал маме. Однако позже стало известно, что данного происшествия, возможно, не было вовсе. Все потому, что сотрудники полиции, осмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, не обнаружили состава возможного преступления. Более того, сразу после этого инцидента в социальных сетях и ряде СМИ появилась информация о втором эпизоде попытки похищения ребенка, который, по неподтвержденным данным, случился около школы номер 5. Однако правоохранительные органы опровергли и эту информацию. Тем не менее, случаи похищения детей в Иркутской области, к сожалению, бывают. Один из самых резонансных эпизодов был в ноябре 2019-го. Тогда мужчина пытался похитить 9-летнюю девочку. К счастью, неравнодушие очевидцев помогло предотвратить печальный вариант развития событий. Но от этого не становятся менее актуальными вопросы. Как не допустить подобные преступления? И что должны знать дети, чтобы избежать опасной ситуации? На эту тему мы сегодня поговорили с экспертами. Необходимо родителям помнить, что с детьми нужно проводить профилактические беседы, напоминать им правила безопасного поведения на улице, в быту, чтобы ребенок мог сориентироваться в любой ситуации и в случае необходимости смог суметь привлечь внимание взрослых. Какой-то неизвестный человек, например, к ребенку подходит, чтобы он смог сориентироваться, позвать на помощь, привлечь внимание взрослых. Дети находятся в такой системе, что они очень доверчивы. И все, что мы им не говорим и предупреждаем, что нельзя куда-то ходить, со взрослыми разговаривать, взрослые являются для детей очень незначимым лицом. И их, с одной стороны, учат подчиняться взрослым в школе, родителям. С другой стороны, детям говорят о том, что не нужно их слушаться. И у детей в этом случае возникает диссонанс. И ребенку очень сложно определиться, кто для него является другом из взрослого мира, а кто является врагом. Поэтому здесь должны для ребенка четкие очень инструкции. буквально до каких-то фамилий, там, учитель, там, твой друг, из школы кого ты знаешь, твой друг. А тот, кто посторонний, например, на улице человек, да, то есть всегда к этому человеку относись настороженно. Но в то же время не нужно создавать у ребенка такого мнения, чтобы он боялся этих взрослых. И взрослые дети Иркутской области не застрахованы от заражения коронавирусом. С начала пандемии в Прибайкалии диагноз COVID-19 поставили почти 18,5 тысячам человек. За последние сутки выявили еще 75 инфицированных. Кроме того, в минувшие выходные 53 случая заболевания зафиксировали у вахтовиков. На данный момент в больницах области находятся 767 пациентов, более тысячи проходят лечение амбулаторно. Сегодня стало известно и о трех новых летальных случаях. Пациенты умерли в Ангарске, Братском и Усольском районах. А это значит, что за 7 месяцев в регионе погибли 215 человек. Продолжает расти и количество выздоровевших. Общее число поправившихся составляет более 16 тысяч человек. При этом новые российские препараты против коронавирусной инфекции прошли испытания. С сегодняшнего дня должны начать поступать в регионы. Ожидается, что упаковка будет стоить порядка 12 тысяч рублей. В Рыкутской области пока эти медикаменты не завезли. Зато прибыла первая партия вакцины от COVID-19. Подробности далее. Российский препарат от коронавируса Ариплевир успешно прошел испытание. В одной пачке будет 40 таблеток по 200 миллиграммов. Отпускаться лекарство будет только по рецепту врача. Таблетки рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения COVID-19. Осложнений и каких-либо аллергических реакций по результатам клинических испытаний выявлено не было. Препарат является аналогом японского Фавипьеравира, который эффективен против РНК-содержащих вирусов, в том числе COVID-19. Также прошла тестирование и первая отечественная вакцина от коронавируса ГАМ-КОВИД-ВАК. Ее разработали ученые Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. На момент регистрации вакцина прошла два клинических испытания, в которых приняли участие две группы добровольцев по 38 человек. У всех испытуемых выработались высокие титры антител COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. Первая партия вакцины в Прибайкале поступила сегодня. Пока это 42 дозы, в ближайшее время ожидается поступление порядка 2000 вакцин. В первую очередь будут привиты медицинские работники, которые оказывают первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь, а также работники госпиталей, так как они в группе повышенного риска. Олег Федоров, новости по будням. А вот препаратов для защиты недвижимости пока не изобрели. В Казачьинск-Коленском районе загорелась крыша двухэтажной гостиницы. Из здания эвакуировались 12 человек. Никто не пострадал, а причину пожара дознавателям еще предстоит выяснить. Чудом никто не пострадал на одной из самых оживленных улиц Иркутска. Там посреди дня с фасада здания упала облицовочная плитка и козырек. Причем дом капитально отремонтировали всего 8 лет назад. Ольга Харнутова сегодня выяснила все обстоятельства происшествия. Ей слово. Здесь лучше не чихать и потише говорить. Ведь кажется, что любого движения и звука будет достаточно, чтобы этот кусок бетона и козырек рухнул со стены. Вот только приземляться конструкции на груду таких же обломков. Все это последствия развалившейся плитки на фасаде дома на улице Свердлова. Одной из самых центральных и проходимых в Иркутске. Сначала кусок облицовки упал на железный козырек. Он не выдержал и тоже рухнул. Инцидент произошел прямо посреди дня. Больше всего пострадала компания, которая находится в этой хрущевке. Я здесь работаю. Впечатление удручающее. Но на все телефоны, которые представлены управляющей компанией, ни аварийная служба, ни диспетчерская, не отвечали и не отвечают сегодня. До 10 утра ни одного звонка не было. То есть они просто ушли. Сюда отправили разнорабочего, который вот так вот скромно огородил. Я в этот дом хожу к маме. Заметила это сегодня. Позвонила подруге. Она живет в первом подъезде. Случилось это вчера. Где-то в районе двух часов. Капитальный ремонт в нашем доме проводился в 2012 году. Дом, насколько я знаю, когда мы сюда переезжали где-то в 70-м году, это первый, по-моему, дом в городе Иркутске. Дозвониться до управляющей компании пробовала и наша съемочная группа. Однако ответа так и не дождалась. Поэтому мы направили в обслуживающую организацию официальный запрос. Помимо управляющей компании мы обратились в фонд капитального ремонта. Но в этом ведомстве нам заявили, что не отвечает за проведенные до 2014 года работы в домах. Потому что раньше за это несли ответственность другие организации. Зато в фонде сообщили, что в следующий раз капитально ремонтировать пострадавшее здание будут в 2038 или 2040 году. Железная конструкция над окнами и плитка продолжают рушиться и дальше. Появляются новые трещины. А это означает, что есть риск, что стена будет рушиться и за пределами оградительной ленты. Ольга Харнутова, Андрей Назаров. Новости по будням. Долгожданный ремонт получит и стадион труд. Представители Санкт-Петербургской строительной фирмы проведут обследование западной трибуны спортивного объекта. Конструкции за 360 тысяч рублей. Это в четыре раза меньше первоначальной стоимости работ. В планах регионального министерства спорта установить современные легкоатлетические дорожки, искусственное покрытие поля с подогревом и произвести замену западной трибуны. Результаты аукциона опубликованы на сайте госзакупок. Торги объявило Управление капитального строительства Иркутской области. Обследование трибуны позволит принять решение об объеме и видах работ по ее реконструкции или же демонтажу. Кроме того, специалисты дадут рекомендации по возможности устройства подземного паркинга. На стадионе труд регулярно проводится текущий ремонт. В 2018 году на спортобъекте частично заменили посадочные места, покрасили парапет, заменили входную группу. Не спешат переходить с бумажной трудовой книжки на электронную жителей Иркутской области. Только каждый шестой работник при Байкале перешел на цифровой вид сведений о своей трудоводительности. Таковы данные регионального отделения Пенсионного фонда России. По данным организации, только 46 тысяч из 305 тысяч жителей области решили отказаться от бумажной трудовой. Напомним, что электронные книжки введены в Россию с 1 января 2020 года. Переход к цифровому формату добровольный. А вот тем людям, которые впервые начнут работать с 1 января 2021 года, будет предложен только электронный способ хранения сведений о трудовой деятельности. Цифровая трудовая книжка не имеет физического носителя. Доступ к ней возможен через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или же на портале Госуслуг. Бумажный или электронный вид трудовой книжки выбирают жители Иркутска? И какой способ использования документов людям кажется наиболее безопасным? С таким вопросом мы обратились к горожанам. Их ответы узнаете в нашем традиционном опросе. Наверное, в электронном. Телефон, потому что все время под рукой. Более доступная, мне кажется, будет. Сейчас вот она находится, получается, на работе, да. А так я могу открыть, посмотреть, проверить все свои данные. Я считаю, что должно быть и в бумажном, и в электронном. Оба формата. Электронный. Да, почему? Ну, потому что сейчас это проще. С гаджетами, с электроникой. Ну, электронный, ну, не знаю, в принципе, тоже удобно. Как бы, зато система может тоже и заглючить, и все. В принципе, бумажный вариант всегда будет на руках. Бумажный? А почему? Не знаю, сколько уже пользуются мне привычнее. Что знаю, то, что на работодателями так проще. А в электронном еще данные, кто-нибудь коммунизит, и все, блин, кого. А тут я знаю, что они нормально уже, по сохранности. Как показал наш сегодняшний опрос, большинство иркутян склонны хранить данные о своем трудовом стаже в электронном виде. Однако есть и те, которые не доверяют цифровым носителям, отдавая предпочтение классической бумажной книжке. Я же считаю, что такие документы нужно иметь как в электронном, так и в аналоговом виде. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням. Цифровые технологии все активнее проникают в современную жизнь людей. И лучше всего это узнать с помощью цифр. Больше всего персональных компьютеров у жителей Сибирского федерального округа в Иркутской области. Таковы данные исследования спроса населения на компьютерную технику и интернет. Социологический опрос провели в прошлом году. В этом же году интервьюеры опросили еще 600 домохозяйств из 18 населенных пунктов Прибаякалия. Помимо наличия или отсутствия компьютера и интернета, социологи узнали, как часто люди получают государственные или муниципальные услуги через мировую паутину. Известно, что для заказов товаров и услуг использовали интернет 30% населения Сибири в возрасте 15 лет и старше. В лидерах вновь оказались жители Иркутской области. Кроме того, согласно данным Иркутскстата, практически у 60% семей Прибаякалия есть личные автомобили. Грузовик имеют 8% семей, микроавтобусы лишь 1%. Столько же владеют мопедами и скутерами. При этом каждая пятая семья отметила, что не располагает необходимыми материальными средствами для покупки транспорта. Средств для покупки саженцев много не нужно, несмотря на то, что рынок садоводческой продукции способен по-настоящему удивить выбором. О чем идет речь, в подробностях расскажем в рубрике «Ценный выбор». Осень пришла не только в городские парки, но и на выставку «Сады Сибири». И здесь сейчас горячая пора. Ведь урожай собран, у садоводов появляется время обновить деревья и кустарники на своих участках. Да и саженцы в сентябре приживаются лучше, чем весной. И не случайно на выставку приходит так много посетителей. Кто-то хочет выращивать в нашем климате абрикосы и айву, других интересует ландшафтный дизайн. Живые изгороди, альпинарии, цветущие гортензии под окном. А тем, кто создает во дворе уголки настоящего леса, необходимы саженцы кедров, клюквы и княженики. Выставка «Сады Сибири» помогает воплотить и такие мечты. И постоянные посетители знают это. Я приехала специально сюда, на эту ярмарку, чтобы купить кусты голубики. И гортензию, очень довольна метельчато, красивые редкие кустарники. Но все у меня прижилось, все мне нравится, я довольна. А приобрести продукцию питомника «Сады Сибири» можно в Иркутске у торговых центров «Фортуна» и «Джеммол». Кстати, сейчас на выставках распродажа. Данил Седов, Ольга Полянская, Андрей Назаров. Новости по будням. Не все растения при Байкалии могут поучаствовать в выставках. Все потому, что некоторые из них находятся на грани исчезновения. Их вносят в Красную книгу Иркутской области. Ее, кстати, обновили и включили новые виды растений, грибов и животных. Справочник входит в новой редакции раз в 10 лет. Теперь в нем фигурируют млекопитающие. Черношапочный сурок, северный олень, выдра из птиц, каменушка. Среди растений оказались герцогиелла, полосачатая, мятлик, пенежские, любомерийские, байкальская, острогаллы, рытинские, гнездовка, настоящая. Всего в книгу включено 427 названий животных, растений и грибов. 10 лет назад этот список был короче на 19 видов флоры и фауны. Как сообщают в заповедном при Байкале, Красная книга – это первый шаг к сохранению и восстановлению видов. Ну а сразу после новостей спорта расскажем о том, какая полезная экологическая акция стартовала в Иркутске. И какой артефакт из популярного сериала достался актерам за хорошую работу. Ермак одержал третью победу на своем льду с начала сезона. На этот раз оранжевая машина принимала в Ангарске хоккейный клуб «Буран» из Воронежа. С самого начала встречи парни из города нефтехимиков взяли игру под свой контроль и регулярно создавали опасные моменты у ворот противника. В итоге Ермак одолел гостей со счетом 4-1 и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. А вот Иркут по-прежнему не может победить на предсезонном турнире. Уже во второй раз наша команда проиграла клубу «Уфимец». На протяжении всей встречи соперник имел преимущество и вел в счете. Лишь в четвертом игровом отрезке оранжево-черные попытались отыграть отставание в счете, но было уже поздно. Итоговый результат 84-79. С размахом отметили всероссийский день бега спортсмены Черемховского района. Там состоялись соревнования по легкоатлетической эстафете. В ней приняли участие 23 команды. Около ста спортсменов боролись за медали турнира в женском зачете 4 по 500 метров и мужском 4 по 1000. Даниил Седов, новости по будням. Центральной станет цифра 160 на ближайшей лекции проекта прогулки по Старому Иркутску. 22 сентября онлайн-встреча будет посвящена юбилею школы номер 72. Именно этому учебному заведению столицы региона исполняется аж 160 лет. Виртуальная экскурсия начнется в 6 вечера. Гостей ждет прогулка по школе, знакомство с ее дореволюционной историей и советскими успехами. И рассказ о том, как она готовится отметить круглую дату в этом году. О других не менее интересных новостях из разных уголков мира расскажем по традиции в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. Погрустить время мы всегда найдем. А вот поводы для радости отыскать сложнее. Но мы смогли. Оказывается, с началом нового учебного года появляется огромное количество акций, которые помогут с легкостью и с радостью провести время. Вот о них сегодня и поговорим. В Иркутске стартовала полезная экологическая акция по сбору компакт-дисков «Ноль». В рамках проекта организаторы принимают сложный пластик, который не сдашь в обычный пункт по приему вторсырья. Если у вас есть старые компакт-диски, бритвенные станки, зубные щетки, пластиковые карты, батарейки и лампочки, обязательно приносите волонтерам. Это небольшой, но значимый вклад в здоровье нашей планеты. Акция продлится 12 дней. Поучаствовать в ней может любой желающий. Дни русской культуры и духовности стартовали в Иркутской области. Фестиваль «Сияние России» продлится до 27 сентября. Большую часть мероприятий проведут в виртуальном формате. Например, театры столицы региона разместят на онлайн-платформах записи спектаклей. В библиотеке проведут дистанционные книжные выставки, а музеи, экскурсии и викторины. Также состоятся интернет-встречи с писателями и редакторами литературных журналов. Подробное расписание ищите на сайте irkobal.ru. А в эти выходные в электричках Перми прошла необычная акция «Дни домашних животных». Идея проста. Пассажиры могли бесплатно перевозить кошек и собак со своих дачных участков в городские квартиры. В прошлом году таким образом вывезли порядка 4000 хвостатых. Сколько пушистых пассажиров посетили электрички в этом году, пока не сообщается. Но будем верить, что эта акция помогла сделать так, чтобы ни одного питомца не бросили зимовать одного на даче. А от следующей акции будут в восторге поклонники сериала «Сверхъестественное». Главным героям подарят автомобили их персонажей. Актеры Дженсен Экклс и Джаред Подолеки, сыгравшие на экране братьев, получат по машине «Шевролет Импала» 1967 года. Именно эта красотка стала не просто автомобилем, на котором герои расследуют про нормальные явления, но и полноценные участницы сериала. Создатели фильма могли бы продать каждый автомобиль, принимавший участие в съемках, за круглую сумму какому-нибудь фанату. Но в итоге, таким необычным образом, авторы решили поблагодарить актеров за прекрасную работу. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт www.ntsdefistv.ru Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин